Всех с первым календарным днем весны! В нашей студии весна ощущается не только на календаре. В нашей студии распустились луковичные, которые мы высаживали на выгонку в начале ноября. И сегодня хотим поделиться с вами своими результатами. Ну и в первую очередь хотим вам подарить это весеннее, атмосферное, сочное, яркое настроение распустившихся первоцветов и зарядить вас позитивом на предстоящую весну. Процесс выгонки занял у нас от 12 до 16 недель. Емкости мы выбрали любые, какие были в наличии. Главное условие, чтобы они по высоте были не ниже 15 сантиметров. На выгонку мы выбрали луковицы нарциссов, мускариков, ранеспелых низкорослых тюльпанов и гиацинтов. Наш посадочный материал мы высадили в обычный верховой раскисленный торф и сразу же заложили в кашпо пролонгированное минеральное удобрение. Способ посадки разных культур немного отличается. Луковицы тюльпанов мы высадили с заглублением примерно на 2 сантиметра. Гиацинты мы присадили примерно на половину луковицы. Нарциссы заглубили по плечике. После посадки мы отправили наши композиции в холодное помещение, а именно в холодильник. И содержали их там до февраля примерно при температуре плюс 5 градусов. В конце января, начало февраля мы поняли, что период зимы завершается. И наши луковицы тронулись в рост, подросли примерно на высоту 3 сантиметров. И мы поняли, что все, наступает новый период, период весны, вегетации. Мы сразу же достали наши кашпо и установили их в прохладном помещении. Перенесли их в другое помещение, где температура была плюс 15 градусов. Мы сразу же также организовали досветку, установили над ними фитолампу красного-синего спектра примерно мощностью 35 ватт, которая предназначена для цветения и плодоношения. Растения развивались довольно быстро, но особенно нас порадовали нарциссы. Очень выигрышная комбинация при выгонке в нашем случае. Луковицы посажены в кашпо достаточно плотно. Вот таким вот букетным способом именно нарциссы зацвели одновременно. То есть в одном кашпо распустились сразу все луковицы. Шикарный букет, выращенный своими руками в качестве подарка на 8 марта, ну или просто для радости. А вот про гиацинты такого не скажешь. Поверхностным способом мы высадили 3 луковицы гиацинта одного сорта, но одновременного цветения не получилось. Возможно, это произошло из-за того, что посадочный материал мы специально не приобретали, а использовали тот, который выкопали на своих клумбах после цветения. Вы спросите, для чего выкапывать нарциссы мускари, если они прекрасно растут на одном месте до 5 лет? Некоторые у нас растут, и мы их не трогаем, но именно эти росли на нашей демонстрационной площадке на клумбах, которые летом мы украшаем нашими однолетниками для съемок видео, фото. После цветения ящики мы выкапываем, отправляем на дозаривание, а на освободившееся место высаживаем рассаду петунии, цинии, либо других прекрасных цветов. Так что часть этого посадочного материала мы как раз и использовали для выгонки, и нисколько не пожалели, такая красота и нежность, и никаких хлопот. Ну а тюльпаны у нас самые пунктуальные, зацветут точно к 8 марта, еще неделька, и бутоны раскроются во всей своей красе. В настоящее время всем этим прекрасным растениям необходимы только досветка, в течение 12-14 часов умеренный полив и прохлады, чтобы цветение длилось как можно дольше. В сухом и жарком воздухе наших квартир в зимнее время луковичные на выгонке отцветут очень быстро. Разместите их на прохладной террасе, на застекленном балконе, либо на холодном подоконнике, и они будут радовать вас своим цветением до трех недель. Ну и досветка позволит вырастить крепкие растения с прочным цветоносом. Мы тоже не будем долго держать наши прекрасные цветы в студии, где им будет жарко, а отправим их туда, где будет прохладно и комфортно, чтобы они как можно дольше создавали нам весеннее настроение. Смотришь на всю эту красоту и понимаешь, что создали мы ее сами. И это совсем не сложно и под силу каждому. Радуйте себя, друзья! Если вы никогда не пробовали весеннюю выгонку, то обязательно попробуйте следующую осенью. Будем рады, если наше видео на это вас вдохновит. Ну а вы были на канале Семена Партнер. С вами была его ведущая Марина Шабанова. Обязательно, если видео вам понравилось, поставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить выход следующих видео. Ну а мы желаем вам яркой, сочной, ароматной, цветущей весны!